Новгородская область стала сегодня центром притяжения для фермеров. Гости из разных регионов страны собрались, чтобы обсудить опыт развития логистических центров для хранения урожая. По 50 тонн в день мытой картошки, моркови, свеклы и капусты. Почти за три года работы логистический центр в лесной налазил все механизмы. Круглый год процесс кипит практически без перерывов. Свежие овощи проходят здесь несколько этапов обработки. Сначала продукцию моют, полируют, затем в отдельную корзину улетают непрезентабельные экземпляры. Примерно полчаса и пакет морковки готов к реализации. В строительство центра вкладывались 11 местных фермеров. Для аграриев это гарантия того, что их продукция будет реализована. Часть расходов покрыли из федерального и областного бюджетов. Есть плюс и для покупателей. Чем меньше посредников, тем дешевле продукт на прилавках. Для того, чтобы получить доступ к такому оборудованию дорогостоящему, не нужны такие колоссальные вложения. И, соответственно, далеко не всегда сетям крупным интересны маленькие производители, мелкие. Поэтому, скооперировавшись и суммировав объем, мы становимся интересны федеральным сетям. Спрос на продукцию высокий, хотя пока в основном новгородские овощи уезжают в северную столицу. Продукцию скупают федеральные сети, и тут есть минус по слишком низкой цене. Сегодня работу центра оценили аграрии из Тверской, Рязанской, Московской и Ленинградской областей. Для России этот опыт уникальный. Это первоначальный опыт, это единичные опыты. И наша задача, как ассоциации фермеров России и сельхозкооператива, как раз пропагандировать такой опыт, показывать, что это реально можно сделать. Понятно, государство на первом этапе оказало серьезную поддержку. Но и сами фермеры вложили. Но, и мы видим, все это работает уже не первый год. И это дает им отдачу серьезную. Отметим, что центр в лесной не единственный на нашей земле. Общий годовой оборот в 45 тонн овощей помогают обеспечивать еще две подобные базы. В Новгородском и Боровичском районах. Кристина Белян, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.